Вестник Кавказ Леонид, тема сегодня нашей встречи всем известна, анонс на нашем сайте прошел еще вчера. Еще раз повторю, это трагические и печальные страницы нашей общей по советской истории. В чем причина нашего интереса к этой теме? Ну, ни для кого не секрет, что 20 лет, которые прошли с момента распада Советского Союза, к сожалению, немного прибавили с точки зрения глубокого исторического осмысления тех событий, которые, во-первых, привели к распаду Советского Союза, а во-вторых, причины тех жестоких кровавых событий, которые мы наблюдали как в момент распада, так и в первые годы существования новых независимых государств в разных точках пространства бывшего СССР. Не только Южный Кавказ, который находится в центре внимания нашего агентства, но и Центральная Азия, и Приднестровье, и многие-многие другие точки, которые привели к гибели, горячие точки привели к гибели мирных людей, к массовым вынужденным переселениям, а это миллионы и миллионы людей, и которые образовали вот те глубокие раны, незалеченные, к сожалению, и до настоящего момента. Эти точки хорошо сейчас известны, не только неврегулированные конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, но и продолжающиеся еще с тех советских времен события, допустим, на юге Кыргызстана, Оржская резня и постечения обстоятельств в тех же местах, и между теми же общинами, узбеками и киргизами, и с такими же масштабами человеческих жертв, сожженных домов и материального ущерба. Почему? Почему те люди, которые мирно жили в течение не только десятилетий Советского Союза, но и столетий, если брать масштабы Российской империи, под одним небом, делили вместе кровь, пищу, дружили, создавали семьи, оказались по разной стороне баррикад? Кто в этом виноват? А может быть, тут даже важнее вопрос не о персональной ответственности, а о том, как был запущен механизм самоуничтожения на уровне и государства, и на уровне той братской дружбы, которая существовала между народами, населявшими общее цивилизационное пространство на протяжении столь длительного времени. Если мы сейчас с вами не будем вспоминать трагические события Ож, Хаджалы, Приднестровья, которые формируют сейчас до сих пор истоки напряженности на постсоветском пространстве, то мне кажется, что рано или поздно это приведет к новым конфликтам и к новым жертвам. Потому что те, кто забывают или пытаются предать забвение собственной историю, оказываются беззащитными перед лицом новых угроз и вызовов, которые корнями в значительной своей степени уходят в наше общеисторическое прошлое. И, конечно, февраль во многом связана наша память с трагическими событиями Хаджалы. Это события, которые до сих пор, с моей точки зрения, не получили должной и надлежащей оценки со стороны политологов, историков, экспертов, которые профессионально занимаются вопросами постсоветской истории, что называется без гнева и пристрастия. Мне кажется, проблема еще и в том, что мы часто научный подход, собственно, историю, подменяем штампами и политическими агитками. Длина жизни которых там день, месяц, но которые не могут заменить честный, открытый и непредвзятый разговор о том, что же произошло в те дни. Не только в Хаджалы, а вообще во всем том пространстве, которое сейчас называют пространством Южно-Кавказского региона. Почему история, которая отделена от нас не сотнями лет, а третьей человеческой жизни, по сути дела это так, в следующем году у нас будет 20 лет, почему эта история оказывается за пределами нашего интереса, за пределами сознания как тех, кто был живыми свидетелями этих событий, так и тем более того поколения, которое родилось уже после распада Советского Союза, и для которых, может быть, слова там, Хаджалы, там, я не знаю, Баку, январь 90-го, Сумгаид, это все вещи, которые находятся за пределами их интереса и за пределами их сознания. И второй, последний вопрос, который я хотел, чтобы мы обсудили, что можем сделать историки, преподаватели вузов, журналисты, для того, чтобы в новом поколении не пропадала та искра интереса, творческого интереса, ну, я бы сказал, даже гуманистического интереса к тому, чтобы познать свою историю и в белых, и в черных ее страницах. Но чтобы эта история была частью жизни того поколения, которое, к сожалению, и это нужно констатировать как факт, теряет интерес, наверное, потому, теряет интерес к историческому знанию, наверное, потому, что мы до конца так и не выполнили свой долг представить откровенную, честную картину прошлых страниц нашей общей истории. Прошло уже больше даже 20 лет со дня развала, распада Советского Союза, уже у нас февраль 2012 года, окончательно было закреплено о разводе между бывшими Союзами Республики 21 декабря 1991 года в Алма-Ате, и все тогдашние столицы Казахстана. И мы помним, что действительно Советский Союз, вот конца 80-х, начала 90-х годов, действительно во многих регионах был, ну, как бы, обуин вот этими вот страшными кровавыми событиями. Вот Алексей действительно сказал, это и Кавказ, и Хаджалы, и Сумгаид, и Нагорный Карабах, это и страшнейшая война гражданская в Таджикистане, которая унесла по разным подсчетам от 200 до даже до 300 тысяч жизней. Это событие страшное тоже в Приднестровье, когда, так сказать, с одной стороны и с другой стороны те же самые люди воевали друг против друга. Я вот считаю, что во многом это произошло из-за вот стремления вот этих вот элит, которые приходили к власти в потом уже новых независимых государствах, да, вот взять себе все и сразу, невзирая на интересы, как бы, вот других, да, ну, вот про ту же Молдову я могу сказать, я там был и знаю, что там происходило, вот, когда руководители того же Народного фронта Молдавии, причем самое интересное, что он был сформирован из бывших партийных сановников, а тот же Снегур, который был тогда президентом Молдавии, он один из партийно-советских работников, вот они заявили, что вот у вас будет только молдавский язык, у нас будет только вот наша, так вот, культура, там все, а все остальные, там и русские, и украинцы, люди других национальностей подавлялись, причем заявляли о том, что вот мы даже не молдаване, мы румыны, у нас вот два румынских государства, перевели, значит, язык вот с кириллица на латиницу, и вот под этим спудом, а люди, которые в большинстве жили в том же Приднестровье, ну, они понимали, что если так будет продолжаться, их сомнут. Ну, это вот такой вот пример один, или взять тот же Таджикистан, там, казалось бы, все таджики, да, но представители разных, вот, областей, кланов, вот, одни стали пытаться доминировать над другими, другие, над которыми пытались доминировать, этого совершенно не хотели, поэтому пошла вот эта вот гражданская война, туда вмешались представители исламистских сил, вот эти вот ваххабитского, так сказать, настроя, даже вот их там называли вовчики и юрчики, да, вот известный термин такой вот, ну, может быть, немножко не такой вот дипломатический, но это действительно было. Все, которые родились уже в начале 90-х годов, они совершенно не знают вот этих вот событий, причем как-то так вот ведется действительно вот преподавание истории, причем вот эти вот истории, да, вот история России есть, да, вот с древнейших времен до нашего времени, да, история, скажем, есть международная, это же всемирная история, но вот история нашего постсоветского пространства, она настолько плохо вот сформулирована и настолько плохо она вот как бы вот преподается, есть только несколько книг, материалов, но этого мало. Люди, особенно которым 17 лет, 18 лет, они вступающие в жизнь, они совершенно не знают вот этих всех событий. А это плохо, потому что если ты не будешь знать вот то, что было до тебя, то будущее может с тобой сыграть очень дурную шутку. Потому что ты должен знать все-таки, что происходило, как это все развивалось, чтобы не дай бог не допустить в дальнейшем того, что было там. Потому что вот эти тлеющие конфликты, они все равно, к сожалению, величайшему остались. Да, во многих местах они заморожены, но разрешения окончательного они не получили. И поэтому и от нас тоже, как экспертов, и как и преподавателей, зависит то, что мы можем пытаться с помощью наших сил внести лепту в их все-таки более-менее разрешение. Хотя, конечно же, это очень сложно, особенно если эти конфликты построены на межнациональных отношениях. Вот спичку брось, скажи не то слово. Люди тут же могут вспыхнуть и пойти громить других. Потому что, ну вот, такая природа человека, к сожалению. Поэтому тут нужно с такой осторожностью, но в то же время с точностью все это делать, чтобы, не дай бог, вот это не повторилось. Ну это вот так, в начале, что бы я хотел сказать. Ну а разве не вспыхивали там, допустим, какие-то бытовые ссоры, я не знаю, где-нибудь в Таджикистане в 70-е или 80-е годы? Но это же не приводило ни к гражданской войне, ни к погромам. Да, да, Алексей, хороший вопрос очень. Дело все в том, что тогда, в те годы, действительно это бывало, но все-таки тогда была у нас в Советском Союзе мощная идеология вот эта вот коммунистическая. К ней можно по-разному относиться, кто придерживается, кто крайне ее отрицает, но это было. И вот это все не давало развиваться вот этим вот струйкам дыма, которые шли оттуда, вот в какой-то пожар большой. Как только в конце 80-х годов все это упало, прекратилось, то все вот эти вот страхи, вот эти демоны вышли на поверхность. И уже не было какого-то сдерживающего слоя или какой-то вот силы, которая могла бы это все остановить.